заголовок 3к образ жизни кстати стиль баба начальник порожден особым образом жизни который условно можно назвать 3к 3к это уклад жизни православной жены зачастую усиленно культивируемый ее мужем 3к это киндер куч и керч дети кухня церковь это не столько образ жизни сколько состояние души ведь православие это не только 3к некоторые священники и домостроевские настроенные миряне считают что женщина просто создана исключительно для семьи детей и кухни любые отступления от этого стандарта наносит непоправимый ущерб семье особенно детям стоит заметить что такое мнение является сугубо частным православие не запрещает женщинам реализовывать себя в других областях жизни в том числе и профессиональных хотя среди матушек не принято работать она должна полностью посвящать себя детям и семье а поскольку этот процесс длится лет 20 то никаком карьерном и профессиональном росте не может быть и речи матушка может заняться надомной работой или какой-нибудь церковной деятельностью например преподавать рисование в воскресной школе или заниматься сбором пожертвований для нуждающихся благотворительность работают обычно бездетные или те у кого мало детей или дети уже подросли и у матери появилась возможность ходить на работу матушки как правило стремятся найти работу в церковной сфере так удобнее когда верующая женщина работает при церкви ей не надо объяснять окружающим почему она поститься или носит платок ей не надо отпрашиваться начальство чтобы попасть на службу в праздник ей не надо участвовать многочисленных корпоративных мероприятиях так называемых светских тусовках и так далее но работающие матушки особенно на светской работе остаются по сей день все же в меньшинстве прозябая на кухне приходится забыть обо всех своих дипломах и способностях а далее следует погрязание в быту и безразличие ко многим сторонам жизни не касающимся церкви и семьи когда кроме скастрюль бесконечных стирок детских уроков и походов церковь ничего больше нет я конечно знаю матушек поэтесс или певиц которые просто сидят дома с детьми и не на какую работу не ходит и при этом пишут стихи поют песни даже выпускает собственные диски я знаю матушку мать пятерых детей художницу по профессии семья живет подмосковье муж служит в москве ее жизнь это постоянное ожидание супруга который появляется дома раз в несколько дней тем не менее она пишет замечательные картины и расписывает матрешек в своем собственном стиле но таких единицы для остальных повседневная жизнь это дом семья дети церковь дом семья дети церковь не думайте что это я считаю зазорным у каждого человека свой путь свое развитие своя реализация кому-то рожать по 10 детей а кому-то необходимо еще что-то тут я упомянула лишь собственный опыт не ставя его в пример я только против стрижки всех под одну гребенку против православных книг в которых говорится что православная женщина мать должна сидеть дома в одной такой книге написанная священником мне довелось прочесть что мать пошедшая работать приравнивается к матери алкоголички бросивший детей вот такой радикализм в силу этих причин жене священника тяжело найти в себе силы чтобы сломать устоявшийся стереотип домашней квочки но вернемся к другой стороне нашей медали жизнь жены священника полностью охарактеризовать кратко помните народную мудрость я и лошадь я и бык я и баба и мужик так вот это про жен священников хоть и придуманная поговорка про советскую женщину образ жизни 3к это для многих еще и своеобразный защитный комплекс раковина для не нежной улитки мол у меня есть 3к и не хочу ничего узнать хочу быть женщиной а сантехнику покупать ремонт в квартире делать полки прибивать не мое не женское это дело если мужу не до этих забот он вы все время на приходе да на приходе то пропади это все пропадом нет и не надо если унитаз течет или книги с полок на голову валятся то я ничего этого замечать не буду а наступит время придут добрые люди сжалятся над матушкой и унитаз поставят и полки повесят вот такая проза жизни либо жена священника 3к либо и лошадь и мужик в одном флаконе третье не дано третье дано но редко но если она и лошадь и мужик тогда она имеет право и на машине ездить и работать и одеваться прилично ломая стереотипы так что люди добрые не смотрите что матушка за руль влезла и туфли на каблуках надела и на деловой фуршет укатила имеет право и ничего здесь осуждать хотя к сожалению иногда женщина от такой жизни превращается просто в заезженную лошадь например мне всю мужскую работу в доме приходится контролировать самой я конечно не штукатур и не электрик нужно постоянно кого-то искать нанимать платить деньги если у меня ремонт то строительные рынки и работники полностью на моей шее машина тоже моя забота поэтому мне приходится ездить в автосервис и заниматься всеми муторными и малоприятными мероприятиями по ее техобслуживанию когда у меня была отечественная машина я даже умела на ней менять свечи коммутатор и прочую ерунду такое дело как покупка машины мне приходилось делать исключительно в одиночку тогда как для других семей это семейное событие у меня а я трижды покупала машины ни разу конечно было так когда обновка уже с номерами и сигнализации стояла во дворе приходил муж и говорил а где твоя новая машина покажи ее дача тоже полностью на мне поэтому если там что-то ломается я везу туда монтеров и занимаюсь прочей суетой дабы у детей была возможность побыть на свежем воздухе а вот женщина в стиле 3к не станет заниматься решением подобных проблем она просто сядет и будет ждать у моря погоды конечно верующие еще им помолится есть у меня одна такая знакомая муж священник ни дачи ни домом не занимается не будем осуждать занят батюшка хронически и так у них на даче в одно прекрасное лето окончательно истлевает газовая плита 30-летней давности купить новый не на что и вот находятся добрые люди и отдают матушке поддержанную но вполне добротную плиту правда привозят ее не на дачу она приход дабы батюшка сам доставил ее на собственную дачу до дачи плита так и не доехала батюшка просто забыл что плита предназначена для него и уехала она совсем другом направлении а бедная матушка по сей день варит детям кашу на кривой электроплитке заголовок матушка за рулем никого не удивляет монашка за рулем трактора или грузовика естественно мужиков женском монастыре нет а пахать на монастырь дядя вася из соседнего развалившегося колхоза не будет сейчас никого не удивит и православная дамочка в элегантном платочки ловко выпрыгивающие своей новенькой иномарки дабы посетить храм но матушка за рулем почему-то до сих пор шокирует окружающих причем не столько мало церковных людей сколько вполне во церковленных прихожан своих так сказать у которых где-то в подсознании укоренилось мнение что статус жены священника не совместим с автомобилем косметикой и модной одеждой женщина все за руль покушается на сугубо мужское занятие но с обычной бабы что взять я простительный рулить и на работу ходить ей и штаны простить могут а вот жене священника не штаны не место за рулем православные уже не простят к ней другие требования вы последнее время несмотря на все эти предрассудки матушки массово осваивают водительские навыки дело в том что жизни семьи священника настолько укореняется усложняется что без машины уже не обойтись детей привезти отвезти школа поликлиника кружки на рынок съездить и прочее а ждать или просить вечно занятого мужа жене священника совершенно не с руки есть семьи где управляет машина исключительно матушка а некоторые матушки даже своих батюшек возят заголовок не каждая это выдержит жизнь жены священника трудна не каждая выдержит во первых матушка почти всегда одна она редко видит мужа батюшки все свое время проводят на приходе особенно если идет стройка или восстановление храма есть ученые батюшки которые не строят но постоянно где-то пропадают преподают читают бесчисленные лекции а есть еще и такие которые умудряются совмещать и то и другое но те другие трети всегда настолько заняты и настолько не принадлежат ни семье ни себе что жены их почти не видят типичная ситуация жена ждет мужа дома целый день крутя с детьми поздно вечером наконец долгожданный благоверный приходит со службы жена разогревает ему ужин и тут телефонный звонок будьте добры отца н начинается телефонный разговор минут на 40 минимум жена разогревает ужин вторично батюшка уже садится за стол отправляет первую ложку в рот и вновь телефон простите за поздний звонок на часах уже 15 минут 12 а можно услышать батюшку и опять начинается разговор минут на 30 жена терпеливо разогревает ужин еще раз телефонный разговор наконец закончен все проблемы звонившие дамы улажены телефон замолкает на какое-то время матушка собирается обсудить с супругом свои собственные дела и опять звонок срочно вызывает причащать умирающего батюшка на ходу проглатывает ужин и убегает первый час ночи опечаленная жена домывает посуду и собирается ложиться спать одна муж явится теперь среди ночи и поговорить с ним наверное удастся только следующим вечером ничего потерплю думает матушка такая у меня участь и помолившись богу мгновенно засыпает от налившейся усталости может кто-то и скажет что бизнесменов точно такая же жизнь они с телефоном и спят и едят и с женами общаются и рабочий день у них тоже ненормированный но не забывайте что жена бизнесмена терпя знает что все это только ради материального благо ее и детей и заняты муж дает семье возможность по крайней мере безбедно существовать и позволять себе отдых на канарах или в турции на ходу и конец она прекрасно знает что если ее муж будет приходить домой в шесть вечера и на диване валяться то не только на канары и на шубы не хватит но и на стиральный порошок кроме того и сам бизнесмен иногда все же может отвлечься от дел и полностью посвятить себе семье что не случается со священниками а жена священника ради чего терпит только ради славы божией особых материальных благ она не видит многодетная семья вряд ли сможет позволить себе отдых за границей лето в очередной раз будет проведено на даче если семья проживает в городе а сельские семьи вообще не выездные кстати материальных благах если любая другая жена недовольная заработком супруга имеет право требовать чтобы он пошел на более высокоплачиваемую работу господи помилуй ее супруг находится послушание у епископа и в какой приход он священноначалием назначен там ему и быть пока начальство не придумает и даже в супружеских отношениях она не всегда может от мужа требовать внимания так как перед службой священник не имеет права на физическую близость женой в некоторых священнических семьях доходит до того что супруги спят на разных кроватях и в разных комнатах видимо как то по-своему интерпретируя вышеописанный запрет как правило мать переходит к детям отец остается либо отдельно либо с кем-то из старших сыновей недаром при рукоположении снимает обручальное кольцо церковь встает на первое место а только потом семья и все остальное иногда такая расстановка акцентов заканчивается разводом заголовок развод вы все слышали католических страстях по разводу в православии с разводом дела обстоят проще конечно развод в религиозной семье это всегда большая трагедия и сопровождается он некоторыми каноническими затруднениями например при желании одной из сторон вступить в повторный брак один наш знакомый священник работает патриархии в канонической комиссии которая занимается в частности и бракоразводными делами в эту комиссию в основном приходят женщины большинство из которых не религиозная некогда повенчавшиеся со своими мими мужьями и желающие получить церковный развод беседа происходит примерно так батюшка мне необходимо развенчаться батюшка отвечает что такого понятия как развенчание в церкви не существует как не существует недоумевает барышня но мне надо развенчаться батюшка отвечает что церковь не развенчивает но существует благословение на второй брак такие беседы происходят каждый раз когда наш знакомый дежурит в патриархии существует множество причин для развода перечислять их мы не будем так как все это прописано в специальных документах одним из которых является основы социальной концепции рпц в отличие от мирян священник в случае развода во второй брак вступить не может правда единичных случаях а иногда и не в единичных в отдаленных епархиях и на украине встречаются неканонические второбрачные священники архиерей допускающий подобное в своих епархиях объясняет это так называемой экономии послаблениями мол приходится снисходить и намного закрывать глаза а что делать когда служить некому когда служить некому эта проблема серьезная в середине 90-х во всех епархиях массово открывались храмы освященников катастрофически не хватало тогда-то и наркополагали кого попало и второбрачных и юнцов у которых молоко на губах не обсохло и прочих сомнительных личностей а потом расхлебывали что было то было что греха таить нарушение канона в православии считается тяжким грехом поэтому оставим его на совести тех кто его совершает очень часто задают вопрос может ли жена священника вступить в повторный брак конечно она может выйти замуж и во второй в третий раз но вернуться обратно к супругу священнику не сможет а если он пожелает принять бывшую супругу то по канонам он должен оставить священство тоже касается и супружеских измен если жена изменила мужу священнику то муж больше не может с ней жить а супруги миряне в аналогичной ситуации вполне могут простить друг друга помириться и жить долго и счастливо всякая жизни случается это чисто бабское мнение которое эту книгу написала страшное безбожное продолжаем я знаю случай когда жена оставила мужа буквально в день перед рукоположением не хотела разделять с ним прелести поповской жизни вот и поставила супругу ультиматум либо она либо сан муж выбрал последние батюшка так и остался один и уже лет десять служит в одном очень известном московском приходе еще одна история про бракоразводный процесс в гражданском суде еще в советское время судья спрашивает матушку под что она желает с мужем расстаться а жена отвечает мол я же женщина не дескать и как женщине тоже хочется а у них у попов все службы и видите ли не всегда можно вот такие курьезы бывают в поповской жизни ничего не поделаешь но все же развод в священнической среде большая редкость многие супруги у которых отношения не сложились и давно перешли в разряд мягко говоря совсем не теплых все же предпочитают терпеть друг друга проще разойтись по разным комнатам и заниматься каждому своими делами чем идти на столь непопулярной и в духовной среде меры и таких семей именно священнических очень много внешне не могут выглядеть вполне счастливо и благополучно так что даже самые близкие люди зачастую не знают как на самом деле у супругов обстоят дела внешне благочестивая семья множество детей дом полная чаша про них могут даже в газете написать как прообразец для подражания вот мол сколько лет сколько лет вместе поднимем за них кружки с парным молоком а реально у супругов давно уже нет ничего общего кроме детей и служение на приходе конечно есть и очень счастливое исключение есть любящие супруги дружно преодолевающие все тяготы совместного и всеощреннического бытия но увы много и печальных примеров вы все знают что в советское время если дипломат или партийный работник разводился женой то на его карьере можно было ставить жирный крест похоже ситуация существует и в церковных кругах но только похожие церковное начальство всегда учитывает обстоятельства развода в тех случаях о которых я говорила выше священнику в плане карьеры ничего не грозит более того избавившись от жены батюшка наоборот может рассчитывать на серьезный карьерный рост если примет монашество женатому священнику дальше священство путь закрыт а вот для монаха открываются серьезные горизонты в русской церкви есть архиереи очень и очень известны и высокопоставленные которые в свое время разведясь с женами приняли монашество они развелись бы они так и оставались бы в попах на своих приходах так что для священника развод это палка о двух концах теоретически существует и канонический развод правда стоит оговориться сразу канонические разводы в истории практически не случались канонический развод это когда священник обязан оставить жену ради церкви например если его выбирают в кандидаты на епископство в таком случае после развода оба бывших супруга должны постричься в монашество а затем новоиспеченного монаха рукополагают в епископы с бывшей супругой он обязан прекратить даже дружеские отношения дабы избежать соблазнов но повторяю история канонических разводов практически не знает видимо для кандидатов епископы хватало и неженатых претендентов а вот если священник пил горькую и жена оставила его на почве пьянства и об этом узнает начальство то священнику грозит если не запрещение в служении то в лучшем случае за штат что такое за штат это лишение прихода за штат далеко не всегда является наказанием как правило клирики уходят за штат по болезни или по старости такого понятия как пенсии в церкви не существует хотя пенсию в таком случае положено ныне в новой экономической системе каждый гражданин имеет право на пенсионное обеспечение любой приход как и любой организации обязан производить отчисления в государственный пенсионный фонд в советское время церковь имела собственный пенсионный фонд который обеспечивал служителей пенсиями а вдов клира пособиями связи с потери кормильца вы встречаются за штатные батюшки которые ранее служили в некой своей епархии а потом и шли по собственному желанию без отпускной грамот архиереи вот оказались за штатом в таком случае священник лишается права самостоятельного служения несмотря на то что священный сан за ним сохраняется на церковном сленге таких еще называют шаталова пустынь не путать с теми которые ушли за штат по благословению архиереи заголовок приход на приход или распределение после того как студент семинарии или академии обретает свою вторую половину он автоматически подпадает под прицел начальство как определившийся а в нашей книге речь в основном идет о тех кто женится во время учебы далее следует почти неминуемое принятие сана называемое рукоположением первая ступень иерархической лестницы это дьяконство второе священство третье епископство доступно лишь для монахов женатому дальше священство путь закрыт таковы неиспоримые каноны церкви в официальных правилах приема научное отделение семинарии сказано что принимает холостых или женатых первым браком именно по этой причине женатому абитуриенту могут отказать в приеме научное отделение так как обремененным семьей прокормить ее будучи студентом семинарии весьма весьма трудно на заочное отделение принимает уже сущих в сане поэтому если женатый молодой человек хочет принять священство а специального духовного образования не имеет ему рекомендует принять сан по согласованию с епископом без образования и лишь затем поступить на заочное отделение в городских семинариях например в москве где последние годы открыто несколько семинарий эти правила гораздо проще ныне почти все епархии имеют собственные семинарии и духовные училища где эти правила могут варьироваться если женитьба произошла во время учебы то студент имеет право покинуть семинарское общежитие и снимать квартиру в городе почти все это делают с превеликим удовольствием жить под постоянным контролем начальства очень сложно для многих семинарских супружеских пар семейная жизнь начинается со съемок квартиры и переселение из общежития на свободу на семинарском сленге их называют женатиками с этого момента студент посещать занятия как в обычном институте и даже освобождается от многих послушаний правда питаться семинаристы вместе с женами продолжают в семинарии как правило из-за скудости материальных средств если такой семье родители не помогает им приходится очень туго в россии обручальные кольца духовенства не носят за самовольное ношение кольца можно получить от начальства выговор или предупреждение что делать с кольцом на этот счет есть разные традиции в некоторых семьях кольцо лежит в красном углу или хранится в шкатулке иногда матушка носит кольцо супруга вместе со своим в некоторых епархиях есть традиция кольцо после рукоположения оставляет на престоле в знак жертвы другие жертвуют кольца на украшение икон на украине в некоторых областях священники кольца носят снимая их только на время службы а вот на западе в зарубежной церкви вообще нет традиции снимать кольца в семинарии и академии по сей день сохраняется строгое распределение по окончании обучения поэтому момент выпуска в духовных школах для студентов не только радостное событие но и судьбоносное помнится выпуск 1 1995 года на торжественном собрании выпускникам выдают дипломы вместе с указом патриарха о распределении на приход по мере выдачи дипломов в зале начинается шевеление шушуканье нетерпеливые выпускники узнают друг у друга кому что-то досталось заканчивается собрание везде срывается с мест и шумно выясняет кого куда распределили то тут то там слышны возгласы типа кошмар вот не повезло или повезло же здорово поздравляем большинство с выпускников до момента вручения диплома даже не знают на какой приход будут посланы диплом вручается вместе с указом направлением на приход патриарха далеко не все направляются в родные края особенно если неплохо потали об этом заранее например если выпускник из города красноярска то для него велика вероятность попасть не в родной город а в какой-нибудь отдаленный районный центр или село необъятного красноярского края куда добраться можно только на вездеходе или на оленях утром ранним церковной епархии соответствует административным областям согласно правилам выпускник направляется в ту епархию из которой пришел но если он не желает возвращаться в свою епархию он может договорившись начальством перейти в епархию жены перейти из епархии в епархию крайне сложно необходимо брать отпускную грамоту оттуда откуда собираешься уходить при этом нет никаких гарантий что епископ и и даст в отпускной грамоте могут отказать без объяснения причин нет и все учитывая что семинаристы почти всегда находят себе жен во время учебы то супруга его может быть с севера с юга запада или востока нашей необъятной родины а это несет еще больше дополнительных трудностей для молодой семьи это отрыв от родного дома и родителей многим молодым священническим семьям приходится начинать жить с нуля без помощи родителей родных и близких при этом какой бы то ни было материальной помощи от церкви новоиспеченные пастры не получают если выпускник недоволен своим распределением проситься на другой приход не принято здесь как у военных в какой гарнизон послали туда и ехать служить недаром у священников работы как у военных называется службой приходится терпеть и смиряться поверьте чтобы быть готовым к такому нужно быть поистине зрелой личностью ну а дальше после распределения выпускники теперь уже батюшки со своими молодыми матушками разъезжаются по приходам и начинают новую жизнь и новое служение родина пусть кричат уродина а она нам нравится это слова из песни кажется так в известной песне поется но в жизни далеко не всегда как в песне хоть слов из нее не выбросишь пресловутое распределение в некоторых случаях это и своеобразный отбор можно сказать экзамен на решимость в любых обстоятельствах служить церкви и богу даже если условия этого служения совсем не подходящее в связи с этим не воспоминается один печальный пример студент второго класса семинарии назовем его роман всего 18 лет от роду надумал жениться даже по семинарским меркам рановато все же семинаристы предпочитают жениться ближе к окончании курса а невеста его в то время была совсем еще ребенком всего 16 или даже 15 лет оба они родом из дагестана горячая точка по сей день познакомились на каникулах на берегу каспийского моря рома и света в им обвенчались на родине черной икры и элитного коньяка вернулись в сергиев посад сняв обшарпанный угол в городе роме необходимо было учиться тем временем родители обоих молодоженов переезжают подмосковье начинается чеченская война русские бегут из всех мест как принято в семинаре рому как женившегося и определившегося хотя сам он еще ни с чем толком не определился быстренько рукополагает в диаконы и новоиспеченный отец диакон продолжает мирно учиться и служить в семинарском храме гром грянул в день распределения рома за учебой семейными хлопотами и рождением ребенка попросту забыл что является клириком ставропольской епархии в который входит и его родной дакистан и по распределению обязан вернуться в распоряжение своего архиерея и конечно начать там служение обязан ведь рома уже не просто рома а священнослужитель солдат а у солдат мнение и желание никто не спрашивает солдат идет туда куда приказывают если надо ложиться на абразур но не рома но не тем более его жена прокатегорически не желает туда ехать в разгаре первая чеченская война в самой чечне к тому времени уже убито несколько священников они совсем молоды только жить начали да и кому туда ехать родители давно продали квартиры уехали света недавно родила первенца а там война до николани двора однокурсники сочувственно советует отцу роману поехать к владыке и уговорить его дать отпускную грамоту в связи со сложившимися семейными обстоятельствами и решительным отказом супруги ехать в горячую точку с грудным младенцем рома поехал описал ситуацию архиереи но владыка не пожелал его отпускать дескать священников не хватает все норовят удрать куда подальше мол бери пи семью и приезжай служить а не захочет жена так мы тебя и в монахи постричь можем не велика беда но и рома решил удрать подальше от чечни и своего архиерея к родителям и жене рома вернулся ни с чем все еще надеясь что сможет со временем переубедить епископа служить без отпускной грамоты архиерея он не мог а семью кормить надо поэтому пришлось роми топать на светскую работу всячески скрывает начальство и окружение свой священный сан пришлось незадачливому и диакону то книги продавать то телевизоры то пылесосы а тем временем его семейный корабль дал серьезную течь можно сказать пробойную пошел ко дну но прежде у них со светой успел родиться второй ребенок уже не знаю что у них произошло но рома свету покинул оставив с двумя малыми детьми а через некоторое время все наши знакомые с ужасом и удивлением узнают что рома женился второй брак для священнослужителя равносилен потери сана своим поступком он сжег все мосты возможность вернуться к священноначалию и к священнослужению новая жена родила роми еще троих детей а вот с работы роми не везет нигде он долго не задерживается священный санта он себя официально не снимал да и с первой женой официально не разводился говорят что с саном шутить нельзя лучше снять раз уж так жизни вышло вот такая повесть грустная пожалуй